Всем привет, друзья! Воскресенье, 24 сентября сегодня. В общем, что? Вот. Всем привет! Я сейчас покажу, что бабушка у нас задеяла сегодня себе работу. В общем, хочет пирожки сделать. Вчера фарш свежий индюшины оставили, будем делать с мясом. Уже она обжарила с луком фарш. Но всегда так делаем, чтобы прожаренные были пирожки. Яйцо накрошенное. Посмотрите, какой лук у нас шикарный в огороде сейчас нарастает. Поэтому надо обязательно иметь вот этот лук-батун. Там у тебя капуста. Утром там дед у нас варганил. Омлет сегодня он маленько поджег. Забыл про него. Подгорел у него. Ну ладно, это такая была история утренняя. Картошку свежую отваривал. Потом, что еще? Ну и все, вот так и завтракали. А сейчас это уже к обеду будут пирожки. Тесто подходит, да? Подходит? Нормально, дрожжи работают. Сегодня дрожжи не смогли, что мы найти совмомент наш любимый. Вот, ну ничего. Престон тоже вроде как сработал. Дрожжи Престон. Да? А что мы ждем-то? Что, гулять хотим? Сейчас пойдем гулять. Слушайте, на улице такая жира у нас. Сейчас вышла лук рвала. Вообще ветра нет. Жарко. Сейчас скажу, сколько градусов. 22 градуса. Прям я сейчас кофту даже сниму, потому что пойду туда сейчас. Хочу маленько. Наверное, слушай, морковь всюду буду убирать. Такая хорошая погода. Только морковь убирать. Наверное, поубираю я морковь. Тем более, что уроки с Ефимом сделали. Вы сами сделаете. Да, да. Все. Без всяких консультаций. Химии вчера проконсультировали. И ладно. А алгебру сам делаешь? А? Ну, конечно. Нет, давай алгебра это серьезный предмет. Сам делай. Вот именно. Матвей тоже сам сделаю. Так что пойду я сейчас в огороде морковь хочу убрать. Потом хочу прополоть. Все-таки мне надо клубнику. Никак не могу дополоть. Вот. В общем, посмотрим, чего еще успею. Не знаю, чего успею. Вот такие дела. Вот такие вот дела. Вот такая малышня. Она уже совсем не малышня. Она уже совсем большая девочка. Ой, языкастая, усастая собака. И усастик мой. Ой, усастик ты мой. О, усастик. У нее, понимаете, чем она на шпицы не похожа? У нее ножки, посмотрите, как будто они у нее чулочки одеты. Гладенькие. Так-то вроде она пушистенькая более-менее. Но тут тоже такой как бы пошерстка. Что бы нет, да? Как у дивы мехового. А ножки, ну, совсем лысенькие у нас. Смотрите, какие ножки. Обычно у Нюши, ой, у дивы, например, у нее ножки вот, ну, вот по эту фалангу, так скажем, да, у нее пушистые. А у этой дамы, как у балерины, обтянутой, как будто, вот, вот, вот такая, я скажу, и длинные, и гладенькие. Вот такая я, ой, скромняшка, глазки-то как мы строим, умеем, умеем глазки строить всем. Ну, она на руках больше любит сидеть, дива вообще не переносит на руках сидеть. Это любит, еще и пылесосить сегодня надо будет к вечеру, чтобы на неделю чисто было, да? Намусолили опять, намусолили опять, опять на ручки хочешь, да? Сейчас мы гулять с тобой пойдем, и ты тоже хочешь гулять, и ты гулять хочешь, вот что. Ну, ладно, фотоаппарат старый нашел, да? Ну, попробуй, заряди. Ну, ладно, в общем, вот такие дела. Все, а там карта памяти проверения есть, нет? Где она? Она должна вот здесь вот быть, вот она. Она у тебя вылезла, что-то, ты ее обратно-то зажми. Она вот, все, зашла теперь. Фотоаппарат нашел мой старый. Хороший, кстати, фотоаппарат был, да? Японский, да, вот такой, Соня, я не помню, рабочий он нет. Он, наверное, рабочий. Зарядка работает, а что ты хочешь? Ну, вот, так что проверим. Ну, ладно, все, в общем, я пошла на улицу, жарко. Ты что, сидишь одиноко? Пропал. Уже все, ох, она сегодня в обед-то у нее, ну, не я управлялась, так не я, я у нее не почистила, бок мокрый. Блин, ну, ладно, жарко сегодня на улице, так ладно. Высохнет. Вот так вот. Сегодня ребятишки ходили управлять ее в обед. Потому что я еще в огороде была, я им сказала, говорю, пойдите управлять, видите, она легла мокрая, весь бок мокрый. Ой, беда, беда. Что-то я сейчас только за камеру взялась, опять вам сегодня. Мало снимаю, ну, вот так вот, как получается. Планы свои не выполнены, которые я хотела, ну, ладно. Там беженый пес, упал аж в воду. Кошмар. Сейчас надо будет ему еду выносить. О, смотрите, даже просто рисовать надо. Ну, ведь рисовать надо, скажите, скажите, какая красота, да? Вот только ради этого я вот этот виноград все лето хожу и вырезаю в беседке, потому что он мне, конечно, раздражает то, что он там висит своими этими длинными. А так вот люблю смотреть. Вот это просто можно смотреть, разглядывать, сушить. Одно время сушила я эти листья разноцветные. Смотрите, какая красота. Какие они все разные и неповторимые. Специально вам обойду, покажу. Вот это можно фотографировать, и будет красивый фон для какого-нибудь... Вообще фон красивый будет, да? Калаш какой-нибудь сделать, смотрите. Вот это девичий виноград. Вот так вот он выглядит. Ну, что, разные, видим, это попадание света. Вот эта сторона вообще темная, то есть солнце сюда вечером только приходит, и она вот такая разноцветная у меня. Вот такая вот стеночка, красота. Фотографироваться надо. Так что вот так. А здесь совсем тень и он зеленый еще. Видите, как. Так, ну ладно. Покажу, чего сделала, конечно. Говорю, не успела сегодня ни морковку убрать, занялась сорняками. Ну, потому что надо было ими заняться. Эти гряды я давно уже хотела сделать сейчас. В общем, вот. Все здесь продирала, все усы, все переплетенное на нет было. Кучи и корней. Тут старые кусты кое-какие выкорчевывала, и все. Вот эта гряда у меня, и вот эту я очистила гряды с Викторией. Сейчас надо полить. Я там присадила парочку прям совсем с корнями, поэтому надо полить. А некоторые сажала из банок, в которые, ну, эти усы-то присаживала. Вот. Так что потихоньку привожу в порядок хоть эти вещи все. Именно подсолнухи совсем упали. Потихоньку, помаленьку. Еще у меня две гряды такие осталось. Ой, вот они, видите, уже все отпадают. У них эти жточки желтенькие. Лепесточки. Лепесточки отпадают. Вот такая красота. Он тут уже, смотрите, расколупал. Смотрел, семечки зрелые нет. Ай, Фима, Фима. Надо было ему подсказать, конечно, что надо раньше-то и было посадить. Да, вот. Короче, вот так. И это очень долго. Потому что с Викторией это всегда очень долго получается. Я не знаю. Я часов до трех, наверное, колупала здесь на этих грядках. Пока все перебрала. Пока все подсадила. Пересадила. Выполола. И, в общем, вот так. Но зато красота. Сейчас мне все нравится. Сейчас мне все нравится. Осталось только вот эту кучу. Но Леша это на навоз потом везет. Пусть перегнивает. Вот так, как-то так. И все. Хоть думала больше сделаю, но просто уже силы кончились. Потом пошла. Надо было уроки где-то что-то посмотреть, подсказать и так далее. Короче, уроками занимались. То одному, то другому, то третьему. Вот. Фима там рисовал сегодня. Тоже надо ему было показать пейзаж, как правильно нарисовать. Ну что, в школе нарисовала маленькой. Не так. Правилей. Вот. Здесь я вам не показывала вчера. Эту редь, кто убрала. Вот этот вот пятачок. Видите, тоже целая гора ботвы лежит. Убрала и этот пятачок. Вот. И остается у меня там в конце морковь надо убрать. И капуста. Капуста. Не знаю, сколько вилков. Десять, наверное, это капуста. Ну и вот и Викторией дозаниматься надо. Видите, какие смешные яблочки получились. Здесь обещали, обещали зимние крупные яблоки. Короче говоря. Видимо, хозяин, который нам продал, он мне, кстати, продал эти яблони, что-то ошибся. То ли прививка у него не прижилась, не знаю. В общем, планирую ее весной срезать и прививать в какую-нибудь одну из наших любимых, так сказать. Вот. Вот эту гряду тоже надо проходить, усы убирать. Здесь сорняков не так много. Вот. Но усов наросло много. Я не знаю. Может быть, даже я ее и не буду убирать. Почему? Потому что боюсь, что как бы снова не вымерзла зимой. А то брать не откуда будет. А здесь усов много. И здесь сорта все хорошие, собраны. Не знаю, в общем, как быть. Или до весны ставить ее. Ну, наверное, придется. Потому что, я говорю, у меня еще и там две гряды. И здесь вот эта гряда, эта третья уже. Вяжут дичка. Засемь вяжут. Сегодня эти огурчики полила. Ничего, пока маленько. Собираем. Сегодня три огурчика опять принесла. Вот. И перчики. А на этой неделе уже, я думаю, уже крайний, крайний срок будет их убирать. Но, смотрю, покраснели местами. Хоть и вот так, но, смотрю, там красненькие, там не все зеленое будет. Там зелененькие. Где-то, видимо, уже погода не та начали портиться. Подгнивает. Короче, надо снимать. Да, у нас даже заграды, они крупнее. Они так сильно вяжут. Так вот. Единственное, знаете, что хочу? Грушу собрать хочу. Потому что она вся на полу. Не знаю, что делать. Как ей лучше-то будет. В тепло занесу, она тоже за ночь поди сильно у меня попортится. Груша такая нежная. Сейчас я дойду, покажу вам. Ее море нападало опять. Ее надо собрать. Там, наверное, ведра полтора будет. А может, ведро, не знаю. Завтра этим займемся. В общем, соберем. И либо какой-нибудь конфитюр грушевый сделать. Либо это... Опять на сок приезжать. Фадей больно уж понравился этот сок грушевый. Он, не знаю, банки 4 уже выпил. Я даже убирать не стала. Я уже в подвал их тогда накрутила. С первой партии ты груш. Ой. И зимники упали все. Видите, тоже надо собирать. Это все, которые уже все готовы. Они падают. Эх, это... Буду ложить. Вот как всегда. Хочешь, собираешь, собираешь. Которые раненые не собираешь. Потому что они не пойдут на хранение. По сути, надо, конечно, светок собирать. Зимние яблоки. Но... Что-то они нынче... Она сильно... Видите, она сильно обвешивалась. Поэтому они падают сами. Своевольно. А вот это груши все. Вот. И груши надо будет собрать. Как это все будет завтра. Потому что сейчас я пойду их стричь. Надо мне сегодня Ефима и Алешу стричь. Вот. Фадея пока не надо. О! Все, она, смотрите. Видите, я же говорю, она мигом. Вот эти вот хорошие, которые на ветках. Вот. А которые упали, они уже... Оп. Они уже совсем мягкие. Сейчас несколько штук домой возьму. Угощу народ. А с пола уже тогда завтра. Вот. Так вот. Маленько есть бактериального ожога следы. Видите, вот он. Черненький. Но я каждый год под нее высыпаю золу. Целое ведро. И вроде бы все равно она плодоносит. И ветки не так... То есть, ну, раньше, знаете, от этого бактериального ожога, как они... Прямо до половины... Весь прирост, который был на этой груши, он чернел до половины веток. И прироста, по сути, не было. То есть, она на одном месте топталась. И вот я потом прочитала, что надо золой лечить. Стала высыпать по ведру золы каждый год. И у меня, ну, вот единичные листики, да, то есть, есть черные пятнышки на листиках. А вот так, что прям целыми ветками отмирать не стала. И она начала плоды носить после этого. То есть, как бы вот... И все-таки... Помогает. Помогает. Ну, ладно. Что еще? Да и все, наверное. Сейчас, говорю, подстригу их. Пойдемся в баню. Завтра опять понедельник. Понедельник день тяжелый, да? Ну, ничего. Переживем. Опять неделя пролетит, чувствую. Быстро. Вот. Такие дела. Бабушка сидит, Малахова смотрит. Ну, вот сейчас буду потихоньку подстрибить. Сначала всех. Пирожки съели, которые она готовила, готовила. Везде они налетели, съели. Ну, чего мужики, они же помного. Они по 6-7 пирожком съедают. Это мы с бабушкой там 3-4 штуки. А они-то по-много едят. Так что все тарелки, сколько она надела. То есть, 3 вида было, считай, с луком, с яйцами, с капустой. А что, пойдем домой, собственно, да? Сейчас Байкал тебе принесу головки. Ждет нам тоже, уже сегодня ничего не давали. Вот. И с капустой, и с фаршем были, да? Вот. Господи. И они как бы это все ушли. Ничего нету. Одни начинки остались. Маленько фарш остался. Вон, смотрю. По-моему, даже с луком с яйцами еще осталась начинка. То есть, салат можно сделать. Редиска есть. Да, редиски накрышить еще. Вот. И посуда. Сейчас надо будет посуду убрать. Потому что... И убирали. И в то же время я пока уходила туда. Там занималась. То белье раскладывала. У нас же сегодня еще стирка идет. То вот, говорю, с уроками там где-то помогала. И так далее, в общем. Опять наели. Успели. Опять весь стол даже показывать не буду. Потому что скажете, вот какой беспорядок. Ну, сейчас будут перебирать. Ну, это ребятишки так едят. То есть, они поели, они оставили здесь же. Они, конечно, не хотят за собой чего убирать. Как ни заставляй, не собираются. Так. Что? Все сделали уроки свои? Ну, ладно. Так, что так. Дед что-то сегодня, я не знаю. А чем дед занимался весь день? Точил сверла, продолжал, да? Кондиционер. А, да. Они сегодня починили у деда в машине кондиционер. Брякает, брякает. Что-то брякает, брякает в этом. В вентиляторе. Это как называется вентилятор отопления? Это у него в машине или как это? Кондиционер. Ну, короче говоря, оказалось, что туда залетел из бардачка каким-то образом пакетик из-под влажных салфеток. Ну, только еще письма всякие. Какие-то письма еще, бумаги какие-то. Ну, не письма, наверное, какие-то бумаги у него. Крубеты какие-то. Ну, короче, представляете? Фильтры прочистили. Говорит, она сейчас печка так сильно дуть хорошо стала. И все. Ну, вообще, подготовили к зиме. Все прочистили. Ну, и ладно. Вот. Я вам сейчас покажу, какой я укропчик сегодня на грядах-то на своих насобирала. Вот эти, которые полола. Там же укроп насеялся. Так что еще и укроп у нас есть. Мяу-мяу, все есть хотят. Ладно, все, пошла я Байкалу выносить. Вы готовьтесь стричься, Фимочка. Сейчас пойдем. Вот он сидит. Сидят все с планшетами. Один с планшетом, другой с планшетом. У меня он очень удобный, кстати. Че это то? Вот прямо царапинка. Время только купили, что ты рассказываешь. Пылесосить завтра буду тоже на ночь, сейчас не стало. В общем, успеем. Приметы, да нет, просто сил что-то нет. Не могу, не знаю, поползала сегодня, а потом после обеда какое-то состояние стало не такое. Ну, ладно. В общем, все, давайте до завтра. Всем хорошей недели рабочей, кто работает, кто учится учебной недели. Ну, а кто активно продолжает прибирать сад, то вам тоже удачи. Надеюсь, погода будет еще сопутствовать нам эту неделю, потому что надо еще поприбирать. У меня еще планов громадил, как говорится, да? Еще много планов. Хочется все до зимы успеть придирать. Вот. Ну, ладно, все, давайте. Всем удачи. Пока-пока.